Так, ребятки, всем огромный привет! С вами Роман Шкуда и сегодня мы посмотрим графики рынка криптовалют. Рассмотрим, какие у нас сейчас могут быть ситуации, какие есть вероятности движения цены. Давайте начнем сразу с графика BTC. Я специально сделал сейчас по-новому, чтобы можно было провести новые зоны, чтобы нас не пересекали. Смотрите, значит у нас по BTC. Значит первая зона 49. Будем рассматривать, возможно, тест этой зоны, возможно, даже пробитие вниз и возврат обратно. Это возможно в моменте, чтобы набрать максимально большие позиции. Сейчас, я думаю, все-таки крупняк скупается. Цены очень приятные, я бы сказал, наверное, так, для больших игроков, потому что не факт, что будет даже ниже. Вверху есть очень сильная зона 71.700. Ну и вот эти все снижения, которые у нас были так же. То есть и у нас вот тут еще есть сейчас зона такая. То есть можно взять вот так, как ложный вот здесь был, там 53.500. То есть вот спустились, вынесли сразу отсюда. Сейчас уже цена выросла. Я думаю, сейчас будет какая-то расторговка между там 53 и, наверное, 58. Возможно, будет вынос. Там я просто смотрел ликвидации шартов. Максимальная ликвидация 58.500, 58.700. Я думаю, могут туда вынести. Даже можно 60 сходить, а потом, возможно, еще какая-то коррекция или боковое движение. Я думаю, скорее всего, ребят, что до выборов в США не будет никаких, наверное, сильных движений по рынку. После выборов, я думаю, мы увидим уже какие-то движения и по S&P, и по крипте, и так далее. Значит, у нас тут тоже сейчас есть 58.500, 56.500. Вот эта зона, с которой вы купали. Но мы тут, правда, были один раз. Потом дальше мы прошивали эту зону. Ну, будем так же рассматривать. Думаю, сейчас в ближайшее время, ближайшие там, наверное, месяц-полтора-два. Я думаю, мы как раз будем вот ходить, наверное, в каких-то вот диапазоне 53-58. Потом с выходом уже после выборов. Что по эфиру? Эфир у нас тоже снижался нормально. Сейчас цены неплохие. Я бы, если в долгую смотрел где-то 2.200, если кто-то хочет покупать в долгую. 2.200, очень такие хорошие ценовые уровни, где можно взять. Посмотрите, вот это ближайшие там 2.080. Мы тут уже тоже были. И сейчас начинаем торговаться как раз вот в этом вот диапазоне. То есть можно взять вот так тоже, как ближайшая зона вот здесь вот. Но она не прям сильная, сильнее будет. Вот здесь, кстати, я, ребят, чтобы вы понимали, вот когда цена здесь была, я был тот лонг, который я вот здесь брал, я был тут продал. Честно вам скажу, потому что я увидел вот зеркалка. Очень сильный, очень сильный. 2.800, там 20-2.800. Мы отсюда 2 раза выкупались, потом резко пробили. Попытка была теста. Потом еще раз, видите. И не было я хорошо, я продал. Пока я не откупал. Я посмотрю, возможно, где-то там 2.100. Может даже 1.900 получится в долгую, имеется в виду. Видите, вот здесь вот. Ну, я не думаю, что мы пойдем сюда. Друзья, честно. Я не думаю, что мы сюда пойдем 1.500. Ну, все возможно, но я не думаю. То есть мы уже нормально упали с 4 на 2. То есть в 2 раза сложились, минус 50% по эфиру. Заметьте, по эфиру. И я думаю, что это уже достаточно. Ну, движение, которое прошло в рамках такой коррекции после роста там с 940 на 4000. То есть это достаточное движение. Ну, возможно, еще один прокол. Или тест вот этой зоны 2.080. Возможно такое. Ну, вот как было, например, здесь, видите тоже. Видите, мы сходили, потом еще раз вернулись, тут протестировали. И потом только мы пошли. Вот здесь что-то может быть похоже. Значит, в локальном, в локальном движении, ну, тут, конечно, тяжело сказать, честно, ребят. Ну, надо смотреть от 2.400. То есть либо от нее short, либо выше нее long. Здесь брать внутри диапазона, ну, тут 50 на 50. То есть мы уже там что-то прошли. Можно чему-то там привязаться. Ну, честно, я, наверное, тут бы не лез. Вот здесь вот сейчас заходить. Ну, возможно, оно и сейчас будет еще одно движение после коррекции. Ну, и с коротким стопом можно пробовать от локального такого какого-то лонга смотреть. Значит, дальше бенбишка. Ходили мы там в 400 долларов было оно, да, вот здесь вот. Сейчас вернулись. Ну, и сейчас у нас что? Вот это вот хорошая зона. Там зона 600. Там 597-600 долларов. Дальше. Ну, я взял бы вот этот лоу, наверное, да. Потом можно смотреть вот этот вот хвосты. 450. Ну, и тоже сейчас опустились, выросли. И сейчас, ну, скорее всего, наверное, еще раз потянут сюда. Если кто-то, говорю, хочет лонги, можно смотреть где-то локальные. Какие-то стопы очень короткие, если будут выбивать. Ну, все, надо смотреть. Тут большие не надо ставить, потому что, ну, я думаю, если будут идти вниз, могут достать все тут стопы снять. И так далее. Ну, сейчас такая, я говорю, вот уже мы упали, выросли. И сейчас такая вот неопределенность. Ну, я думаю, какая-то либо коррекция, либо могут еще раз всех повыносить. И потом можем где-то стать. Потому что, видите, ну, или станут какой-то рейндж. Потому что, видите, падали, выросли. То есть сейчас может стать какой-то вот ценовой такой диапазон. Боковое движение. Значит, вот эта вот зона 0.5. Это у нас по XRP. Никак он не может выйти. Я уже тут, не знаю, лет, наверное, 5. Мы с 95 лет сидим. С 2019 года. У меня средняя цена 0.42. 0.42, мне средняя цена набирали еще были вот здесь, когда были. Видите, вот. В 2019 году. На этом движении не продавал. Мне казалось, что это маловато. Потому что цена выросла всего была там в 3X или в 4. Это мало. В рамках долгосрочного роста прошлого тенденции. Посмотрите, в 2016 году мы выросли, были там. Я не помню, что-то. Ну, сейчас посмотрим, сколько здесь цена была. Цена была 2 цента. Выросли в 150 раз. Я думал, ну, как в 4 раза он вырос. Ну, видите, такое тоже бывает. Там было просто разбирательство, сайки и так далее. Но я думаю, что Ripple себя еще покажет. 0.41 здесь. 0.49,7. Ну, и 0.63. Сейчас вот тоже внутри диапазона. Если брать, то нужно туда ставить короткий стоп. Где-то вот за ловили сюда. Где-то за предыдущий лов. И все. То есть, сейчас он такой тоже. Ну, все почти, смотрите. Одинаковые графики почти по всем инструментам. То есть. Ну, что-то где-то, да, лучше. Что-то где-то, хуже. Одинаково. Лайткоин вообще не идет никуда. Реально не идет. Вот у нас тут есть какой-то такой локальный. Хотя, нифига, наверное, там тоже нету. Ну, показывается, что-то не хочет. Ладно. Посмотрим с истории. Значит, что у нас здесь? Есть истории. Сейчас посмотрим. Не хочет. Ладно. Хорошо. Возьмем ближайший вот этот. Ну, и можно взять вот эту вот зону. 0.56.7. Ну, и лов вот этот вот, который был там 50 долларов. Ну, и сопротивление очень хорошо. Вот видно. Вот оно. Смотрите. Вот оно. Это 68 долларов. И, возможно, лайт, как такое, что не ходил вот сейчас. Видите? Вот тут очень красиво. Ну, и с нижней границы вот стоп будет понятен. Если брать, вот стоп сюда и все. И думать не надо. Если не пойдет, ну, стоп, тогда получите все. Сейчас дальше. Матик, полигон. А, вот здесь вот другая картина. А, кстати, его же были переименовали, ребята. Его же были переименовали. Поэтому тут, наверное, будет не актуально, скорее всего, этот график. Нужно будет его поменять. Не помню, как-то полон там называется или как-то так. Поэтому, Матик, не смотрим. Надо будет посмотреть, есть ли тут новый контракт. Новая монета, скажем так. Так, его переименовали, там, назвали по-другому. Значит, что здесь? Здесь у нас что? Ну, лоу, понятное дело. Вот он. Будем смотреть ближайшие цены. Нам далеко не надо. Ну, и вот ближайшие вот это вот. 5 долларов, это по доту. И 3.50. Ну, и внутренние какие-то диапазоны. Тут надо глянуть. Тоже, и как бы можно, ребят, локально смотреть. Если еще постоит вот тут по 4. По 4.10. Можно рассмотреть там с целью 4.3. Вот эта ближайшая цель. Вот сюда, ну, со стопом за вот эти вот хвосты. Ну, я бы пока подождал. Пока точка такая себе, честно вам скажу. Ну, и дневка может еще спуститься ниже. АВЕ. Вот это, кстати, было сильнее рынка. Но, дошли мы до вот этого зоны. Я вчера смотрел, кстати, экстремум этот. Перебили, понятно. Можно было, кто там стоял, можно было вставать выше вот этой зоны. На выход там 155-156. Сейчас такой ложный сделай. Посмотрим, какая будет реакция. Возможно, отсюда можно будет взять шорт. Посмотреть. Он сильнее рынка, конечно. Ну, если там не смогут дальше, если не будет сейчас обратного выкупа, можно будет посмотреть шорт со стопом за хай. Это, кстати, очень неплохая идея. Хотя он реально пока еще сильнее рынка смотрится. Вот 116, тут неплохая точка тоже была. И сейчас вот надо подождать, посмотреть, что будет еще на одном тесте. Если не смогут пробивать, можно будет попробовать взять шорт со стопом за хай. И посмотреть там, может, не знаю, там 130-135 с целью. Очень неплохая идея. Вот АВЕ. Дэш. Здесь такая же картина, как везде. Посмотрите. Вот у нас тут есть 22. Ну и вот можно взять, даже не знаю. Ну, наверное, вот это возьмем. Видите, там 25. Видите, вот отсюда пришли. Тут был ложный, вот тест или тест, или вот еще один тест. 25-22. Я бы, наверное, лучше работал на тех границах, если честно вам скажу. Если так взять. Сейчас внутри диапазона тут лезть такая себе ситуация. Дальше. Это у нас Ада. Тоже откатилась. Ну, кстати, стоит сильнее. Стоит сильнее. Ну, вот это вот раз. Можно рассмотреть. 0.3. Ну, и вот здесь вот внизу 0.27. Это вот. Ну, и вверху. Ближайший будет 0.39. Но там дальше, я вижу, есть. Ага. Вот. 0.45. Вот так вот я бы, наверное, взял. Если где-то локально, можно рассмотреть. Но я пока бы не спешил выглядеть так, что, наверное, пойдут чуть ниже. Реально. Алга. Такая же картина просто. Реально. Что смотришь, одинаковая картина. Везде. Вот первая зона. Вот вторая зона, которую можно рассмотреть. Ну, и внутри диапазона сейчас стоит. Если где-то что-то смотреть, то я бы смотрел где-то вот отсюда хотя бы. 0.12. Посмотрите, что будут тут делать. Если будут пробивать, значит, смотреть 0.11. Ну, и low вот этот вот. Не факт, что туда дойдут, но возможно. Еще один тест. TRX. У него вообще своя жизнь. Вот этот инструмент сейчас. TRX своя жизнь. Посмотрите. Просто пофиг на все. Почти доходил до исторического хая. Тут, правда, наверное, не покажут сейчас. Но там, да. Там исторический хай, если не ошибаюсь. А, вот он был. Вот он, кстати. Смотрите. Исторический хай почти были добили. Вот. Почти добили. Вообще просто. Ну, сейчас лонговать, конечно, его можно. Он ходит очень медленно, но уверенно, скажем так. 0.15. Вот можно рассмотреть, если что. С коротким там стопом. Можно глянуть его на лонг. Ну, возможно, он пойдет еще раз тестировать вот этот хай. Дальше. Солана. Соланка наша Оксанка. Шучу. Значит, что у нас по Солане? Ну, тут понятно. 115-120 уровень. Очень крутой. Возможно, еще будет один укол. Один прокол какой-то этой зоны. Посмотрим, будет ли. Вверху у нас тут 180-190. Просто есть еще 160, вот эта вот зона. Ну, и сейчас внутри диапазона, опять же таки. То есть, смотреть я бы где-то, если что, смотрел 125 хотя бы. Тут я бы, наверное, не лез. Но, возможно, смотрите. Сейчас, если биток потянут наверх, оно пойдет. Если биток не потянут, оно пойдет. Сейчас смотреть надо биток. Ну, и линк посмотрим еще. Линк посмотрим. Линк у нас там зеркалка была хорошая. Кстати, вот здесь вот я был крылся. Мы брали вообще с комьюнити были по 5.90 или 5.60. Мы брали вот еще вот здесь. Часть закрывали потом по 20, по 18, по 17. Ну, и откупали были по 14, мы набрали на откуп. И брали были вообще по 8.3. Вот тут была точка на вот этом провале. Вот тут, смотрите, вот эта зона, 9.5. Вообще крутая зона. Смотрите, вон прям. Можно сейчас корректировать, конечно, взять где-то вот 9.3, чтобы оно бы совпадало здесь. Ну, и сопротивление есть вот здесь. Вот неплохое, кстати. Надо смотреть. Я, наверное, взял бы все-таки вот так, наверное. Все-таки вот так. Тут ложное. Ну, и видите, вот 12.5. Вот он. И сопротивление. Ну, и вот можно, если что, смотреть локально. Это вот это вот, ребят. 10.3. Если не пойдет отсюда. Ну, можно рассмотреть, будет ли останавливать где-то вот тут. Там 9.9, 9.8. Вот где-то вот с этой зоны. Там еще 10 стояли неплохо раньше были, я помню. А ну-ка, посмотрим 10. Да, вот видите, вот по 10 стояли. Здесь можно взять вот так. 9.9. Это вот нормальная зона. И вот сейчас, если пойдет, то может быть до 12.5 дойду. Ну, линк хорошая монета, честно вам скажу. Как-то так. Есть некая неопределенность на рынке. Поэтому реально сейчас аккуратно. И скорее всего до выборов, и черт повторяю, скорее всего рынок будет стоять в рейндж. Ну, это мое личное мнение. Возможно все на рынке. Но я думаю, после выбора уже что-то будет, какой-то четкость. И может быть какие-то будут у нас уже направленные движения. Ребят, всем огромных успехов. Подключайтесь к Камаркетс, наш надежный партнер. Есть крипта, есть индексы, есть пары валютные, акции, фьючерсы и так далее, опционы. Поэтому подключайтесь. Всех обнял. Всем хорошей торговой недели. Не забывайте о стопах. Ну, и увидимся в следующих наших выпусках. Всем пока.